Доброе утро, Игнатий Тихонович. Раба Божья Анна беспокоит вас. Я Нина, я в миру. Игнатий Тихонович, у меня вопрос очень такой личного характера. У меня есть племянница, это моя крестная. Так, подождите минутку, подождите. Я вам выкинул наши условия. Вы просчитали их? Да, да. Ну все, вы в условия входите в эти. Ничего личного, я просил, чтобы не было. Вот вы опубликовали, у нас все выставляется в интернет, все записи. Если вы не соглашаетесь, я выключаю на этом все. Соглашаю, да, конечно. Ну все, тогда слушаю, говорите. Скажите, пожалуйста, вот она живет в прелести к миру. Ее прещает удовольствие. Она хочет быть красивой, хочет быть богатой, выйти замуж, жить в достатке. Я поступила в институт. Она очень умненькая девочка, очень образованная. Ей 20 лет будет в следующем году. И вы знаете, совсем недавно мне моя мама сказала, что она хочет себе, потому что модно, сделать операцию на грудь. Сделать себя еще более привлекательнее. И я даже в замешательстве в каком-то нахожусь. Ничем помочь ей не могу. Я вдали. Я не в России сейчас. Я молюсь за нее. А вот как мне быть, как повлиять, даже не знаю, что и как. Хоть звони в колокола и всех оповещай об этой шлесне неприятной. Не знаю, чем это все и закончится. Не дай бог. Оно уже почти закончилось для нее. Что вы можете сделать? Если бы она была верующая, я бы ее привлек со словом Божьим побеседовал. А она неверующая, значит ей ничего не надо. И что она делает сейчас? Все будет против нее. Все против нее. Никакого ума у ней нету. Пустышка, глупышка. Она пусть думает о вечности. Умрет, где она будет? А богатая она будет, красивая. Но все это выделано. Бог тебе не дал красоты, если ты добавляешь ее. Вот у меня рост метр семьдесят два был. А сейчас еще меньше. А я гляжу такие богатыри. Вот бы я такой родился. А я такой как раз и нужен. Его зацепил снайпер, а я меньше роста, меня не тронул. И оказалась на пользу. Карман вовремя прохудился. А то бы где я был. Вот как. Богатым надо. Не надо быть богатым. Богатым на щедрость. Видеть нуждающихся, помогать им. Она эгоистка. Скажите, пожалуйста, а вот молитвы, они помогают таким людям? Если родственники будут за нее молиться, просить Бога о помощи. Она молода, не понимает. Ее окружают люди, которые прельщаются не тем, что нужно. Чего не нужно, в принципе, действительно, это человеку. Человек временный. Минута. Только глаз моргнул, уже жизнь закончилась. Она о чем думает-то? В Америке вынесли, чтобы грудь была открытая. Ну, чтобы соски не было видно на груди. Соски не было видно. Что придумали делать? Операции, соски отрезают. Чтобы ниже опустить. Ну, что, нормально? Люди с ума сошли. А я сделаю так. Я там силикона натолкаю, чтобы вот такая задница была. Нужно это? Конечно, не нужно. А вот как нам, может быть, нам молиться? Вот мама мне говорит, сорока уст нужно заказать. Нет, это не волшебная какая-то история. Она должна сама знать и молиться. Она не будет молиться. Златоуст говорит, не я, не Бог тебе не поможет, если ты сама себе не поможешь. Я буду молиться, буду заклинание какое-то приносить. Колдунам пойду. Что зря говорить-то? Молитва – это не заклинание какое-то, а это словословие Богу. Я вот такой. Хорошо, что я так. Родился в бедной семье. Отец – пастух, мать – телятница. Как я рад. Иначе где бы я был? А были бы деньги, я бы еще закончил. Пять университетов. А мне одного техникума хватило на всю жизнь. Строитель. Везде стройка нужна. А мне строить не дают. Я 40 лет пещи клал по стране. Я вот куда ни посмотрю, везде Бог сделал мне именно так, как надо. Вот и все. Вот когда начинают говорить, а кем ты хотел быть? Вот другие, ну, видят, как я живу, работаю. Я никем не хотел быть маленьким был. Террористом хотел быть. Отец рассказывал, как раскулачивали людей, и ямки эти остались. А я воображение большое было. Я видел, как их забирают, как бы видел. Я отомщу им. А Господь сказал, тебя будут убивать. Я когда обратился в 23 года, все теперь обернулось против меня. Как я рад, что мой путь хоть маленько похож на Павла, бывшего Савла. А мне уж 83 года. И ни одной таблетки не сел, ни одного мата не сказал. Как сегодня пишут, тысячи людей пришли к Богу. Я среди преступников только сейчас говорил, как там надо поступать. Сколько лет вместо... 18 лет отдал, только помогал тюрьме. Сам прошел пять тюрем и лагерь, за слово Божие. Мне как краса-то было. Вот она была бы здесь поговорить, я мог бы поговорить. А так еще зря время тратить. Она должна выйти сама и спросить, что делать. Я ей скажу, что делать. Попросил, чтобы она надела платок и сразу помолимся. Я буду молиться. И она, если согласна, я скажу аминь. И чтобы она сказала аминь. То есть, да будет так. Я не против. Я попробую с ней поговорить. А вы в каком государстве находитесь? Где? Я в Молдавии сейчас. А, Молдавия. Это слаборазвитая. А она живет в России, в Москве. Ну да, я понял. Молдавия, там у вас все эти цыгане полно. Нет, мы на севере Молдавии. Здесь у нас сейчас нет цыганей. Я там был. Там в Кишиневе, в библиотеке, мои в 38 томов книг находятся. Да, я слышала, что вы были в Молдавии, когда вы делали путешествия. В Приднестровье прошли, все республики и все государства Европы дошли до Португалии. А здесь дошли до Тихого океана. Да, я вас услышала и стала сейчас следить, смотреть, как вы живете, как вы в быту обращаетесь, как вы чистите рыбу. Все смотрю с таким удовольствием. Так рыба-то не просто так. Мы сами ее ловим. Ловим, разведем. Сами. Пруды восстановили. Запустили рыбу нынче около двух тысяч карасей. И они уже к осени большие. Да. Надо так. Земля заброшенная, надо оживлять ее. А не то, что я себе сделаю такую. Ну, муж-то знает, кто ты. Она накрасилась. Он женился. Утром она выходит, помылась. Он смотрит, какое-то чучело выходит. А ты кто такая из туалета? Да жена твоя. Она еще не похожа. Все эти растяжки кончились. Да, понятно. Накручивали где-то. У меня, я в отца, у меня кудри вот так вот. Вся голова в кудрях была, когда я женился. А жена, не жена, а еще невеста-то возьми, да и похвали. Ну, я в отца. У отца вот так кудри по моей идут. Я в этот же день пошел и вот так вот сделал. И все. Вот теперь смотри меня. Если ты что, волосы полюбила? Да. Да, понятно. Конечно, они за красоту любят. Молодежь сейчас совсем другая. Ну, наверное, это сейчас какой-то кич идет. А пусть она посмотрит наши ролики. Наши ролики, где мы снимаем. Там на крещение когда-где, как одеты люди. Как юноши, девицы выглядят. У нас ни одного развода нет, ни одного аборта. Это больше, я не знаю, где есть. Только у баптистов, может быть. У нее дело в том, что мама, если бы показывала пример, ну так она находится в пятидесятниках, уже около десяти лет. И у нас семья как расколота. Получается, я с мамой в православие стараюсь ходить в храм тоже. Вот каждое воскресенье молюсь. А сестра, вот от которой дочка, она вот сейчас в такой ситуации хочет быть, ну понятно, растет, хочет выйти замуж. Это правильно. Но какие стремления? Все это только внешнее. Да не надо к этому стремиться. Время сейчас такое. Детей воспитывать не дает ювенальная юстиция. Во Франции уже больше трех миллионов детей отняли. И до чего ты страдала? Детей-то не дают. Один раз в год только мать может встретиться по подозорам полицейской. Какое сейчас время-то? Войны везде начинаются. Какая жизнь-то будет? Блаженно, говорит, чрево, не носившая, и сосы не питавшая. Горе беременным. Это Христос предсказал это время. Сейчас время такое, не надо об этом даже и разговор заводить. Переможем. Хорошо, Игнатий Тихонович, я постараюсь с ней поговорить. А вы-то в ушах зачем повесили эти игрушки? Ну? И платок у вас не платок, а как свернутый такой, видно волосы торчат. Это не платок, видите, уже фальшивка. Это выбросьте сразу, вот выбросьте сегодня, даже в руки не берите. Красота зависит от внутреннего состояния. Если этого нет, то ничего нету. Сейчас показали, одна женщина немка, ей 96 лет. И она на этих набрусьях, на всем показывает, какие упражнения, ну больше 40 лет ей не дашь. Вот как люди смотрят за своим телом, она за телом только смотрит. А у нас под старостью, говорит, сочные, свежие и плодовитые. Да. Вот так вот, вы посмотрите, как у нас одевается. Я еще могу скинуть вам кое-какие ролики, а вы ей скинете. Вызовите ее на меня. Все на этом. Вопросов больше нет? Да. Все, с Богом. Давайте, выводите ее на меня. А я сейчас скину вам.